Всем привет, друзья! Такого позитива давненько не было на канале. Сейчас мы с вами распакуем очень интересную посылку. Хоть шла ко мне она долго, но здесь очень долгожданное устройство. Я думаю, оно вам понравится. Итак, это новое видео. Мы начинаем. Поехали! Где купить выгоднее? Smarty Sale! Только у нас есть возврат части денег из любимых магазинов. Для этого нужно пройти регистрацию. Совершить покупку в любимом магазине. Получить кэшбэк. Радоваться и делать покупки снова и снова. Ну что ж, перед началом распаковки хотелось бы сказать огромное спасибо моему очень хорошему другу Саше Мордынскому. Он сейчас живет в Китае. Ссылочка на его канал будет в описании под этим видео. Если вам что-то надо с скидками, обращайтесь к нему. Скажите, что с канала Гаджетмания и, соответственно, получите скидки как минимум 10% на товар, который вы выберете. Итак, здесь, конечно же, по названию видео вы поняли. BV6000. Это очень хороший защищенный смартфон. Приобретался он специально для моего родственника, тестья, соответственно. Для чего? Этот смартфон существует достаточно давно на рынке. Чуть больше полугода. И он очень хорошо защищен. На момент его выхода он был одним из самых, скажем так, наиболее приятных по характеристикам защищенных смартфонов. Конечно же, существуют катапиллеры. Это если рассматривать бренды за 40-50 тысяч. Конечно же, сейчас вышло на рынок AMG устройство от китайцев. Но на момент его заказа и выхода ничего этого не было. И Blackview от BV, точнее, смартфоны BV от компании Blackview, были самыми-самыми, скажем так, защищенными и при этом с хорошими техническими характеристиками. Вот, в принципе, предыстория, почему пал выбор именно на это устройство. Потому что человек может уронить устройство. Тем более, связана работа будущего хозяина этого телефона связана с... Заметьте, как хорошо упаковано. То есть, чтобы вы понимали, да? Это вам не GearBest. Это все здесь как надо. Да, почта подвела немножко. Все это достаточно долго шло. Но, опять же, выбирайте просто доставочку, чтобы вам отправляли либо с ДЭКом, либо пытайтесь договориться, может быть, с ЕМСом. Ссылка на товар, соответственно, будет в описании под этим видео. Так вот, будущий хозяин этого смартфона связан, скажем так, с работой, может быть, в лесу. Конечно же, он дачник, грибник. Поэтому защищенный смартфон, как никогда, хорошо подойдет. Я думаю, что очень хорошо подойдет непосредственно для этих задач. Смотрите, как все упаковано. То есть, тут вообще придраться не к чему. Как всегда, Том Топ порадовал своей упаковкой. За весьма скромные деньги вы получаете премиальный сервис. Ну что ж, что известно про этот смартфон? Технические характеристики этого смартфона таковы. Это защищенный, в первую очередь, смартфон. Это смартфон, имеющий две модельки, именно два варианта технических характеристик. BV6000 и BV6000S. S-ка чуть-чуть попроще и чуть-чуть подешевле. Этот же смартфон имеет следующие технические характеристики. Поддерживает все частоты LTE на территории страны СНГ, в том числе и России. Батарейку на 4000 мАч. Несколько цветов в распоряжении для выбора. Это желтый, зеленый и черный. Я надеюсь, что здесь черный. Но даже если это не черный, то ничего страшного нет. Сразу проверяем, это ли моделька к нам приехала. Абсолютно это же. И вот, кратко по техническим характеристикам. 13-мегапиксельная камера для защищенных смартфонов. Это очень хороший результат. Процессор MT6075 на 2 ГГц. 3 ГБ встроенной памяти, 32, точнее оперативной, 32 встроенной. Экран 4,7. Единственная претензия к экрану, но, опять же, для защищенного смартфона на тот момент круче характеристик не было за эти деньги. HD разрешение. Ну, я думаю, что на экране 4,7 дюйма будет это очень все хорошо смотреться. Ну, что ж, как всегда, у нас есть томтоповские вот такие вот лейбочки о том, что смартфон должен пройти предпродажную проверку на свою работоспособность. Это нам говорит об отношении, соответственно, продавца к своим покупателям. Открываем и смотрим. Мне очень не терпится. Офигеть вообще. Просто офигеть. Представляете, человек будет получать это как подарок. Это просто супер. Он выглядит просто нереально. Я примерно что-то ожидал. Конечно, я смотрел обзоры на английском языке для того, чтобы посмотреть, что приедет. Но то, что я вижу сейчас, это просто мама дорогая. Простите, что я с акцентом. Но именно так это все и звучит. BV6000. Достаточно премиальная упаковка для смартфона до 200 долларов. Открываем. И что мы видим здесь? Здесь мы получаем следующее. У нас есть OTG-переходничок для того, чтобы вы смогли подключить какую-то периферию к своему устройству. Все фирменное. Немножко может быть грязненькое. Но, опять же, это Китай-пром. Здесь все от упаковки. Да, не пищитый телефон. Фирменное зарядное устройство. Не знаю, поддерживает ли оно. Да, совершенно верно. Он поддерживает быструю зарядку. Опять же, сколько знаете в смартфонах, защищенных смартфонов с быстрой зарядкой. И я вот, например, если честно, на ум ничего не приходит такое. 9 вольт, 2 ампера. Отличная зарядка сразу с русской вилочкой. Конечно же, мощный USB кабель. Очень достаточно толстый. И вот такой вот корабулька с документацией. Здесь у нас что? Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Здесь у нас краткие технические характеристики. Какой смартфон вы получаете. Этот смартфон вроде даже уже обновился на Android 7. Потому что я только что на бумажке это увидел. А до этого я видел тоже. У нас есть дополнительная защитная пленочка на экран. Никакой документации больше нет. И есть вот такие вот болтики. Дополнительные заглушки и отверточки в комплекте. Потому что корпус самого смартфона разборной. Разборной? Точнее, даже не разборной. А стилизация. Но мы сейчас все посмотрим. Вы налейте пока себе чайку. Поставьте на паузу. С течайничек. Чайку, кофейку. Потому что распаковка обещает быть достаточно продолжительной. Ну вот, мы достаточно быстро посмотрели, что нас ждет в комплекте. И сделали следующее умозаключение. Для меня комплект бюджетного защищенного смартфона очень и очень красивый. Так, непосредственно сам телефон. Если честно, блин, друзья. Если бы я был каким-нибудь лесником или строителем. Или человеком, который будет непосредственно заниматься в очень опасных, скажем так, для смартфонах местах. К падению, к попаданию влаги. То я бы, наверное, себе выбрал кто-то наподобие вот такого смартфона. Весит данный гаджет, ну, порядка 200 грамм. Плюс-минус. Технические характеристики для защищенного смартфона очень серьезные. Давайте посмотрим его внешний вид более подробно. И я вам расскажу, что я непосредственно вижу. Задняя крышка выполнена из прорезиненного такого материала. Это, скорее всего, какая-то специализированная резина. Очень много таких вот интересных, красивых болтиков. Что они означают, пока еще непонятно. Здесь гравировочки есть о том, что смартфон можно ронять. На него может попадать пыль, влага. Он защищен по стандарту IP68. Что нам говорит следующее? Что смартфон можно до полутора метров и на 30 минут помещать средств на воду. У нас есть маркировочка, что это компания Blackview. 13-мегапиксельная камера. Светодиодная вспышка. Здесь есть отверстие под динамик. Вот такая вот красивая заглушечка. Все под заглушками. Абсолютно все. Только надо понять, как ты открываешься, заглушечка ты моя. Когда ты часто стригешь ногти, ты не в состоянии открыть заглушку потом. Но ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. Здесь у нас очень глубоко утоплен слот. Точнее, разъем под microUSB. И, как мы видели, в комплекте есть дополнительные гнезда зарядного устройства. Вот это вот защищенное. На правой грани у нас есть клавиша включения-выключения. Это абсолютно металлическое устройство. Здесь также есть красивые вот такие вот три винтика. Металлическая вот такая вот планка. Клавиша включения. Регулировка громкости разделена на две части. Сверху у нас закрыт, опять же, под специальной заглушкой разъем под... С левой грани. С левой грани у нас следующая. Кнопка SOS. Кнопочка PTT. Кнопка камеры. Все отдельно. В общем, действительно, очень сильно смартфон. Я думаю, что представители компании BlackVue, точнее, не представители, а дизайнеры компании BlackVue, наверное, вдохновлялись производством смартфонов от компании Caterpillar. Потому что этот смартфон очень сильно похож на данного производителя. Ну и спереди у нас IP68, вот эта лейбочка, она металлическая. Можно было ее сюда, конечно же, не класть. Сам экран 4,7 дюймов, всевозможные датчики, передняя камера. Нанесена пленочка на экран. Сами понимаете, телефон на подарок, поэтому пленочку я снимать не буду. Но само устройство защищено. То есть здесь вот этот вот экранчик, он и без пленочки. Пленочка это такое непосредственное решение. Давайте попробуем его включить. Я думаю, что за 2 месяца путешествия почтой этот смартфон не разрядился, потому что батарейка все-таки 4500 мАч. Опять же, кому я могу порекомендовать данный смартфон к приобретению? Если вы строитель, если вы человек, занимающийся, допустим, работающий в МЧС. Если вы человек, которому уже за 40 вы вышли на пенсию и проводите очень много времени за городом, на даче или еще что-то. Если вы даже просто обычный рукожоп, который роняет свои смартфоны, дорогущие смартфоны, разбивает. Потому что я сталкивался уже непосредственно с людьми, которые действительно разбивают свои смартфоны и потом меняют. Во-первых, вот этот подход, когда нам объясняется, каким образом... И что, вот вы сейчас видите на экране, да? Как регулируются заглушки, ну как достается слот под сим-карты, под карты памяти. Здесь сим-карты, по-моему, 2 штуки, если я не ошибаюсь. Ну, во всех китайфонах, 2 сим-карты, карта памяти. Да, все это, спасибо, got it. Все проверено, первоначальные настройки уже пройдены. Давайте включим, посмотрим, есть ли здесь английский язык. Опачки, и все на русском языке, а то я уже испугался. Ну, во-первых, экран. Что я могу сказать по экрану? В общем, давайте я закончу, я с мысленно мысль перепрыгиваю, как всегда. Этот телефон для рукожопов, для людей, связанных с опасными видами работы. Этот телефон для спасателей, этот телефон для строителей. В общем, для тех, кто свои смартфоны роняет очень часто, и при этом ему жалко тратить деньги на, допустим, iPhone 6 или 7, и потом постоянно менять экран. В общем, это телефон, защищенный по всем фронтам. И стоит он, ну, до 200 долларов. Где вы еще приобретете? В России такой телефон торгуется в среднем 15-16 тысяч рублей. В Китае он стоит 200 долларов, даже чуть меньше, плюс еще можно вымутить какую-то скидочку. Ну, по итогу вы заплатите в районе 10 тысяч рублей. Это очень-очень выгодно. Итак, давайте по самому телефону. Что у нас непосредственно есть? У нас есть Android 6 версии, с возможностью обновления вроде как до 7, но видоизмененный. Видоизмененный он только в перерисовке иконок. Есть пару прикольных приложений. Здесь компас, я вижу. Вот это вот, что означает, наверное, что-то связанное. И, в принципе, ничего дополнительного здесь нет. Все иконки на рабочих столах. Меню приложений нет, но вы вправе установить сюда любой лаунчер и просто все это изменить. Я думаю, что и прошивки на этот телефон должны выходить достаточно хорошо. По быстродействию я вижу, что телефон просто летает. Android 7.0, между прочим, какой 6.0-то? Вот как я вас ввожу в заблуждение. 7.0.0. Ну-га, в вашем Meizu и Xiaomi еще не обновилась до семерки. Или обновилась, но, опять же, здесь 5 декабря 2016 года 7 версия Android. Шикарно, шикарно просто. По еще спецификациям кнопки здесь не на экранные, а на корпусе. Они имеют подсветку бледно-голубого цвета. Конечно же, это клавиша дом, назад и меню запущенных приложений. Есть? Есть. Вот так вот это все видит. Нет у меня. Или вот так. Вот так вот, да, у нас в 7-м Android немножко все по-другому. В общем, по внутренней начинке. Это достаточно мощное устройство на 3 гигабайта с неплохой камерой. Давайте, кстати, посмотрим какой-нибудь мелкий текст. Камера на 13 мегапикселей с интерполяцией до 18. Текст прямо с рук. И для защищенного смартфона это достаточно хороший результат. По звуку. Как же звучит этот смартфон? Ну вот, друзья, в принципе, я думаю, что все, что можно сказать, я сказал. Что можно сказать в распаковке и в таком кратком знакомстве с устройством. Android 7 версии абсолютно защищенное по всем периметрам устройства. BV6000. Покупайте не младшую модель, а именно BV6000. Разница там в 20-30 долларов. Она непосредственно стоит этих денег. IP68. Защита от брызг, пыли, влаги. В общем, полный фарш для защищенного смартфона. Да, экранчик достаточно, скажем так, посредственный. HD-разрешение. Ну, зачем на защищенном смартфоне иметь более ресурсоемкий экран? Вам большое спасибо, что досмотрели до конца. Конечно же, попытайтесь подписаться на нас в социальных сетях. Мы там иногда что-то публикуем. У нас есть Twitter, Instagram. Ссылочки, как всегда, в описании. На товар ссылка будет в описании. На Сашку Мордынского и канал Matrix Paradise ссылка будет в описании. На магазин TomTop, откуда данное устройство, тоже будет в описании ссылочка. Ну, а вы пользуетесь сайтом gadgetmania.ru. Может быть, там вы найдете купоны. Например, сейчас можно урвать пару интересных устройств от компании Xiaomi за достаточно привлекательную цену. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.